Забудьте то, чему вас учили. Часто эту фразу слышат вчерашние выпускники, когда приходят работать на реальное производство. Образовательно-производственный цех, который был открыт на базе ресурсного центра, позволит готовить кадры так, чтобы они могли практически сразу же встать в станку и не тратить время на переобучение. Азы профессии студенты будут постигать почти в реальных условиях, на реальных станках, которые используются в современной промышленности. Цех открывал Сергеево-Посадский колледж торжественно. Похвастаться подобным оборудованием может далеко не каждый регион. Мы находимся в слесарной мастерской, где дети будут получать знания по обработке металла. Думать, как находятся станки, как обращаться с металлом, размечать и делать из него детали. В слесарной мастерской студентов учат обращаться с металлом, делать выкройки, изготавливать различные детали и несложные изделия промышленного назначения. Например, стальной совок. И это коллективная работа. Одни делают выкройку и вырезают детали. Другие работают с листогибным станком. В результате различные навыки получает каждый. Здесь же учат сварки. В цеху установлен профессиональный аппарат. Производственная линия в миниатюре. В соседнем помещении расположился участок, где готовят операторов станков с ЧПУ. Это одна из самых востребованных специальностей на Загорском трубном заводе. Это участок станков с ЧПУ. Пригодится оператору. Специальности технологии, ваше настроение. И даже дефектоскописты будут лететь. Спрос рождает предложение. Рабочей о специальности становится все востребованием. На сегодняшний день конкурс на поступление в колледж достиг 4-х человек на место. В этом году ресурсный центр принял 175 студентов, и 60 из них должны заключить целевые договоры с Загорским трубным заводом, давним стратегическим партнером Сергеево-Посадского колледжа. Предприятие, заинтересованное в кадрах, планирует дооснастить образовательно-производственный цех аппаратом для сварки под флюсом. Именно такие используются в реальном производстве. Евгения Николаева, Вячеслав Шумов. Утро на ТВР-24.